Какая шустрая Я Лариса Гузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Александр, еще один Александр и Вячеслав. А невеста у нас Анастасия. Ой, какая красавица, только толстая. Проходите. Анастасия, 25 лет. Сбежала из-под родительского крыла и решила начать самостоятельную жизнь в Москве. Но покорить Москву оказалось не так просто, как казалось. Анастасия временно не работает. Мечтает отвезти родителей на дорогой курорт. Признается, что стесняется своего размера груди. Предупреждает, что готова простить измену возлюбленному только при определенных обстоятельствах. Анастасия никогда не свяжет свою жизнь с равнодушным грубияном. Выйдет замуж за доброго и трудолюбивого спортсмена, который сможет под ее чутким руководством достигнуть карьерных высот. Ну рассказывайте, такая сякая сбежала из дворца. Как можно? Приехала я из города Минска. Убежала я от родителей состоятельной семьи. Папа у меня хотел, чтобы я была экономистом, а я хотела стать модельером. И соответственно от этого гнета, от этого вот то, что родители, они меня слишком опекали. Я хотела доказать им свою самостоятельность. А почему папа против того, чтобы модельер? Приличная профессия. Папа свой бизнес, у него экономический склад ума, и он больше к экономике. Хотел, чтобы вы продолжили? Да, продолжила его бизнес. Завидная невеста такая, самостоятельная. Хорошая девчонка. Самостоятельная. Да, самостоятельная, целеустремленная очень. На что можно сказать о невесте? Девушка, которая говорит... Симпатичная, высокая. Безусловно. А что мешало Настюше реализоваться в Минске? Ну там родители меня слишком опекали и говорили, что я не смогу. Ну я за все, что берусь, я ничего не могу продолжить. Я, собственно, хотела доказать. А есть правда в словах папы? Правда, в доле правды есть. То, что начинаете и не заканчиваете. Все время какие-то мечты, прожекты. Да, я пошла в спорт, занималась горными лыжами и так и не довела до конца. Меня мама отдала в модельный бизнес в детстве. И я, так же, когда были какие-то перспективы, я не довела это до конца и отказалась. Ну то есть родители правы? Ну, отчасти они правы, да. Спорт увлекать? Самое главное, что будем вместе ходить в зал, в спортзал заниматься. Вы подошли и сказали, папенька, позлати ручку, в Москву хочу. Я папе сказала, что либо отправляешь меня с денежками, потому что, собственно, первое время... Либо искать меня в Волге. Ну, либо я сама буду там пробиваться где-то, не знаю где, в каких отелях, где можно жить. Бесплатно. Бесплатно, да, собственно. Есть такие в Москве, Рос? Ночлежки есть. Где бомжуй. Бомжуй. И вот вы приехали. Вот, я приехала. Сколько времени назад? Полтора года назад. Я устроилась на хорошую работу. У меня была хорошая, достаточная квартира. Все было ничего, пока не приехал мой молодой человек. Из Минска? Из Минска, да. Он приехал, и у нас выселили с нашей квартиры, потому что там нельзя было проживать с молодым человеком. Ну, там были хозяева против, нас выселили. Мы нашли другую квартиру. Нас также выселили, потому что там... Кто платил за квартиру-то? Я зарабатывала. Саша, я думаю, она тебе подходит. Да, нормальная девушка. Хорошая девушка. Хорошая, да. А парень-то ваш был самостоятель, но он-то хоть что-то делал? Он, да, он работал, так же работал. Но не сложились у нас отношения, а в итоге мы расстались. А к мамке с папкой не хотели вернуться? Хотела. И даже по сей день бывают такие моменты, когда трудные моменты в жизни складываются и с деньгами, и с работой. Что вам это, Москва? Скажите, Настя. И хочется к родителям, где обеспечена наша жизнь. Так вы поезжайте. Прекрасный город Минск вернулся два дня назад оттуда. Что вы здесь? Что вам здесь медом на массе? Я написала слово, что я заработаю. Вот, молодец, карьеристка. Заработать побольше денег, да, правильно, все добиться самой. Настюш, ну папа помогает, папа все равно шлипы присылает? Папа помогает, безусловно. Но я работаю, я сейчас в модельном бизнесе подрабатываю. Вот так, вы скажите, в Москву, я в миллионный раз говорю, едут за мечтой. У вас прекрасная мечта. Но я понимаю, если бы в Минске не было бы агентства. Там очень сложно себя реализовать. А в Москве легко? Да, в этом плане легче. Мне проще себя найти. У меня столько интересов. Я захотела пойти по вокалу, уроки вокала взять. Я пошла. В Минске с этим сложнее. А про собеседование расскажите. Это неправда. Это неправда. Вот как вам отказывают все время? Собеседование вообще очень сложно. Мне предлагают в основном один секс в последнее время. Я, где не прихожу, мне то говорят, что я пришла без маникюра, без накрашенных ногтей. Мне говорят, ногти накрась, брекеты сними. А у вас брекеты? Были брекеты, у меня сняли их. И в конце подходит руководитель и говорит, близко к лесу, у меня лишнее пространство. Я делала шаг назад. Он говорит, что шуганая? Я говорю, нет, не шуганая. Какой рост? 175. Маловато, не подходишь. Отправила. Это первое было собеседование. Это вы так на модельера учитесь, да? Это нет. Я так устраивалась на работу. Экономистом, помощником, руководителем. Кем я только не пыталась, везде вот увидят во мне картинку, и никто не смотрит. У меня есть диплом, есть ли мозги, никто не спрашивает. Это знаете, что значит красное платье на женщине? Что? Это как призыв к сексу. Ну вот у нее даже платье красное. Значит, она в этом нуждается. Это так же, как когда мужчина одевает красный галстук. Он тем самым демонстрирует, что он все еще в обойме, он самец. Поэтому она сама провоцирует мужчину на подобные мысли. Сколько вы себе дали времени пожить еще в таких унижениях в Москве? Когда вернетесь? Я думаю, еще пару лет я себе дам, потому что возраст все же. Я хочу достигнуть своей цели. А теперь честно только. Вам нужен муж для того, чтобы устроиться в Москве? Поддерживать. Для того, чтобы... Поддерживать. Для поддержки, да? Мне нужна поддержка. Мне как бы, как родители, ну, чтобы заменить, чтобы меня поддерживал. А что ты делаешь? Нет, родители не заменят, потому что мужчины хотят работающую леди, самостоятельную, которая в случае чего его тоже поддержит. Все это иллюзия. Вам 25 лет, это уже, а не еще. В 25 лет девушка уже должна что-то иметь свое, понимаете? Поэтому я боюсь на все, что вы потеряете время. А можно вот еще узнать примеры, как вы устраивались на работу и куда устраивались? Второе собеседование у меня было тоже очень смешное. Я пришла, у меня спрашивали, бизнес-этикет надо. Я, естественно, меня мама как-то учила, я читала книжки, но там было совсем все иначе. Как правильно, где положить ложечку на блюдечке? Пока я вспоминала, с какой стороны, он говорит, долго думаешь. Как правильно я должна нагибаться, поливать цветочки? Господи, куда вы устраивались? Вот, это не поверите, в Москве это очень много. Давайте посмотрим, как вы устраивались на должность помощника-экономиста. Я на работу, не хочу метаться уже. Вообще, в идеале, это иметь свой бизнес. Я вам сейчас буду задавать ряд вопросов, вам надо быстро отвечать. Что обращается вокруг Земли? Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Солнце вокруг Земли. Кто написал план Масагинского? Не знаю. Кто снял для термина удачи? Не вспомнил, это известный. Почему Пизанская башня кривая? Чтобы туристы на фотографиях подпирали ее. Хорошо, сколько человек может поместиться в автомобиль АК? Четыре. Смешно. Настюш, ну в Минск, конечно, надо возвращаться. Возвращаться к родителям. Она по мозгам не очень эридированная, так скажем. А внешность у нее как раз... Супер. Извините, девчонки, пожалуйста, простите, пожалуйста. Обалдела, что ли? Алло, алло, алло. Извините. Алло, Азизочка, девочка моя. Привет, девчонки, извините. Да? Востанкина? Ну, я не знаю, сейчас я спрошу, можно она придет к нам, посидит? Конечно. Да, Азиза, красавица, умница. Да? Потрясающе. Хорошо, Азиз, можешь зайти к нам? Все, жду тебя. И я целую, давай, сейчас увидимся. Извини, я отключаю. Мой папа как-то летел с ней в одном самолете, он был в восторге просто. Не смог к ней подойти, но он был влюблен. Боже, 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 Азизочка. Моя кошечка, привет. Ну что, умница. Здравствуйте, привет. Привет, привет, привет. Здравствуйте. Вот, можешь сюда съезжать. Вот такая вот сюрприз. Азиза, да, сюрприз. Слушай, ты в Москву приехала во сколько? В 26? Я в 26 лет приехала, да. Кто помогал? Помогал Господь Бог и родственники. Мама моя и две сестры старшие. Но я, вы знаете, я вот сейчас смотрю, я не то что физиономист, но уже в моей работе, так же, Лариса, как и в твоей, мы уже человека видим издалека. Вы знаете, такой наивный, такой искренний человечек, что останется такой же, несмотря на всех этих, вот, на все, что происходит. Азизов, останется такая, но рядом с папой в Минске. Ты что, не понимаешь, что в Москве вариантов нет? Нет, ну я вам скажу в любом случае, а что искать? Я думаю, что у вас все сложится, потому что вы, у вас внутренний стержень, несмотря на вашу наивность и доверчивость, у нее внутренний стержень. Пока родители, родители обеспечены. Пока родители помогают. Нет, ну я не сломалась. Лучший, лучший друг, это ее собачка. Я не знаю свой совет. Я не могу сейчас принять вашу сторону, дорогие мои. Потому что у меня есть свое мнение, у меня есть своя интуиция, у меня есть свое видение. Я сказала, вы услышите того, кого вы хотите услышать. Я подержу, если можно, да, мне сказать. У меня есть стержень, я потому что могла давным-давно... Где у вас стержень? Нет, я давным-давно могла сломиться, какие здесь были проблемы в Москве. И уехать, плюнуть на все, уехать к родителям, сказать, вот я не смогла. Но я продолжаю бороться, я продолжаю искать. Потому что если бы вы шли мыть подъезды ночью парикмахерские, а не на почту бежать, получать от папы перевод, тогда бы я сказала, стержень. Вы не правы, я не получаю ежемесячно от папы переводы. Мне папа помогает очень крайне редко. Давайте про мужчин, давайте про женихов. Ты пришла тетя Азиза, и девочка немножко начинает показывать кулачки. А что делать? Правильно, Азиза. Роза меня спросила, ты правда, что замуж вышла? Я говорю, конечно. Вы про меня говорите? А почему свадьбу зажала? Нет, девочки, я не зажала, просто ее еще не было. Я живу пока в гражданском браке. Мы пока приглядываемся или друг к другу, можно так сказать. Просто я знаю, что ты будешь говорить. А сколько подожди? Все хорошо. Ну уже хочется как-то на свадьбе погулять. Погуляем. Азиз. Обещаю. Погуляем. А не перегорит. Знаешь, как мужики, как кастры. Если не подбрашиваешь дрова, либо другие подбрасывают. Я там с такой женщиной, разве кто-то может потухнуть? Лариса, разве с тобой может кто-то потухнуть? Мое дело предупредить. Роза, и с тобой никто не погаснет. Ой, а вы вообще красавица. Вы можете не гореть, молчать, все будет хорошо. Настюш, мы в общем услышали мое мнение. Я за то, чтобы к папе Роза скажет, Азиза говорит, что тебе стоит попробовать. Единственное, что мужчины не любят, когда их грузят, напрягают. Либо очень пожилой человек, вдовец пожилой, который будет просто кайфовать от того, что рядом с ним такая молоденькая, хорошенькая. Вот тогда и будет папа. А Лариса, непонятно вообще почему, взяла, что она наоборот зависит от папы. Встречайте жениха. Привет, меня зовут Александр. Мне очень понравилось, своей целеустремленностью. Хотел бы дальше с тобой познакомиться в жизни. Будет очень приятно с тобой познакомиться, пообщаться в дальнейшем. Спасибо. Я тоже, кстати, из Белоруссии. Да? Да. Очень здорово. Александр, 24 года. В прошлом сотрудник полиции. Сейчас работает танцовщиком в ночном клубе. Мечтает победить в конкурсе бодибилдеров. Признается, что ест по ночам и долго принимает душ. Возлюбленная тонко намекала Александру на замужество, а он намекал ей на то, что намека не понял. В итоге был изгнан из дома. Надеется, что с Анастасией у них сложится открытый диалог. А вы на заработки в Москву? Нет, я приехал, в принципе, сюда из-за девушки своей. Это вот та, которая была на 10 лет старше? Да, да, да. Год целый решался, ехать мне, ехать, работал в органах, сотрудником милиции. Что у него в рту? Он как будто говорит с чем-то. Как будто в пластинках. А с девушкой ты где, с пожилой познакомились? С пожилой? Я познакомился с ней в Витебске, в клубе. Как бы, ну, понравилось, что-то зажглось внутри, в душе. И все-таки вот решил подойти, познакомиться с ней. А она из Москвы? Да. Она вас пригласила сюда? Да, она пригласила. Как бы она сразу позвала меня. Ну, я решался долго, как бы, в течение года ехать, не ехать, но все-таки потом решился, да, можно конкретно сказать, приезжать. У нее не было детей, боже? Нет. Но любила, прям любила? Ну, возможно, может быть, любовь была изначально, но потом... Богатая была? Ну, в достатке могла обеспечить себя. А вам помогала? Первое время помогала, когда здесь в Москве была. Потом вы на работу устроились? Да, я устроился на работу, в охрану ночного клуба. И там нужны были народные стриптизеры? Да, народные стриптизеры. Клево. А чем народные от ненародного отличаются? В чем это? Потому что не народные в стрингах, а народные в трусах, в горошах. Нет, народный стриптиз, он заключается в том, что приходит обычный человек с улицы, допустим, и, допустим, хочется попробовать в качестве стриптизера. А вот собеседование, как вы проходите, вот интересно, вот приходите на собеседование как народный стриптизер, и чего? Ну, там просто с улицы приходишь, и все. Ну, и как собеседование выглядит? Собеседование? Ну, в каком образе будешь представлять себе? Ты же такой стриптизер или охранник у стриптизера? Он был. Ага, потом поднялся, да? Карьерный рост, в принципе. Скажите мне, пожалуйста, мой дорогой, а как вы с девушкой-то расстались? Она все замуж за вас хотела, приставала, небось, когда-когда, сроковник на носу, да? Ну, да. А вы ей что? Не для тебя цвету? Я все-таки думал, что дальше жить, я совсем молодой еще. В дальнейшем все-таки я начал посмотреть, я посмотрел на жизнь по-другому, по-серьезному. Потом просто будет только хуже. Правильно, и ушли от нее. Ну, как бы ушел, она мотивировала этим, она не давала мне, допустим, вот я приходил с работы с ночной, мне не давала спать просто-напросто. Прослечала громко телевизор или приставала? Прослечала громко телевизор, да, мотивировала, включила звук, я сплю, говорю. А не приставала? Приставала, конечно. Нет. Нет? Ну, может, и хотела. А он хотел ее в жалобе? Он хотел ее. И это точка. В клубничном джеме Махеев только цельные спелые ягоды. Мои домашние лакомятся им круглый год. Махеев. Вкусно каждый день. А вы можете что-то нам, например, показать? Я даже стесняюсь спросить. Тело безнародное. Мы тоже простые женщины сидим здесь. А давайте, как будто вы кастинг у меня проходите. Хорошо. Тело есть. Мозгов, как я слышу, как вижу, не особо много. А я не вижу ничего. А что он прячется? Давай, давай. Да помоги ему. Я буду тоже пресс показывать, но я просто вытягну рубашку и распахну ее. Я грешным делом подумала. Он под шумок сейчас. Счастливо с Роски снимет, дорогие. Нет, молодец. Красавец. А мамка с папкой знают, чем занимаетесь здесь? Ну да, я сказал им. Что говорят? Не для того рода, или говорят, да? Твоя жизнь, говорит. Тебе дальше жить, как бы, Сась. Нравится Насте? Да. Ну вы такой, конечно, бабский угодник. Глазки, улыбочка, фигура, все для этого. Ой, смотри. Сашенька, а вот наша Настенька, нужно что-нибудь подкачать? Нет, у нее очень хорошая фигура. Как бы стройная девушка. А, кстати, а что вы так переживаете по поводу груди? Ну, потому что все мужчины смотрят сразу на грусть, а не на глаза. А на что еще смотреть-то? А Саша, вам нравится? Да, симпатичный. Красавчик. Спасибо. А вот так вот с родителями познакомите, спросите, чем Санька занимается? Ну, у меня папа... Она, кажется, играет полицейских на сцене. Ну, у меня папа стоит. В одной из портупеек. Вот я не знаю, как у меня папа отреагирует. У меня папа очень старой закалки. Как он отреагирует? В этом плане я... Профессию поменяю. Да? Конечно. Санек, а вам для сюрприза нужно еще больше раздеться или, наоборот, одеться? Одеться. Пока одеться. Одеться. Потом раздеться. Проходите к себе. А мы пока с Владиславом. Владислав, вы коллеги, вы тоже? Да, да, я тоже танцую. Тоже танцуете, да? А вы в каком стиле? Гоу-гоу, стриптиз тоже. С ума сошли все. С ума сошли? Ну, женщины ходят, спрос рождает предложение. Женщины же ходят. И мы ходим. Работка не пыльная. Ничего себе не пыльная. Пыхтишь, пыхтишь. Папа для меня был эталоном. Мы еще, ну, мужчины, отца, мужа. И, честно говоря, я тоже очень хотела, чтобы мой муж, моя половина была похожа, ну, где-то на моего отца. И вот именно в Александре я нашла, ну, это, наверное, нормально. Кстати, раком вторая половина года как раз, ну, во-первых, будут вести как в карьере, так и в семейной жизни. Так что я могу сказать, что, возможно, вы действительно хотите сказать, что сюрприз готов. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да! Спасибо большое! Спасибо, братишки, проходите в свою комнату. Насте рот пересох, по-моему, не нужна вода. Спасибо. Я думала, что мне уже как-то особо ничего-то, кроме Сашки, а тут здесь как-то у меня прямо так мурашки прям поскакали. А вы сразу растерялись, видите, значит, вы все-таки, ну, я же скромная, наивная девочка. Вам надо в Минск? Его за шкирку? Конечно, конечно, огород купить, на дачу, к родителям, драники, колдуны, здоровых детей. Он все будет делать, он будет там делать на воздухе все. Да, хорошая девушка мне понравилась. Вообще замечательная. Это неплохо для нее выступать, я думаю. Роза, тебе понравился? Ой, конечно, понравился. Пусть самец детей будет каждый год по двое, вы что? Хороший, простой белорус, голубоглазый. Но с этим толку не заработаешь, наверное. Нет, он поменяет профессию. Ну, конечно, 24 года в голову стрельнуло ему, что вот этой глупостью можно заниматься. Пусть пока 24 года претензий никаких. А звезды? Александр, весы, солнце, Венера в этом знаке. Марс в близнецах, тоже воздушном знаке. Это говорит о том, что он такой немножко нарцисс. Вот, да, я могу общий язык находить со всеми девушками. Конечно, это не для серьезных отношений. Добудется о вас, он не будет, и чувствовать вас он не станет. У вас три бонуса. Скелет в шкафу, общение наедине в течение минуты и семейная тайна. Что выбираете? Общение наедине. Кто бы сомневался, проходите. У меня вопрос. Вот если я располняю с годами, или появятся дети, все, ну, поправляешься, и как ты относишься вот к фигуре? Вот я вот, допустим, поменяю формы. Что ты будешь у меня сразу в спортзал, дома лежи, там пресс качать? Я не буду подбираться к этому, естественно, нищем. Просто в действительности, как бы, это не самая главная фигура. Главное, чтобы был человек. Ну, это у меня душа. И, по крайней мере, какие-то цели в жизни в дальнейшем. Просто ты так следишь за фигурой, и я так понимаю, что от меня будешь требовать того же, чтобы нигде ничего не было лишнего. Ты же стройная девочка, в общем. Да, но иногда хочется поесть сладкого, макаронов. Мне кажется, ты не пополнеешь никогда. Настя! Ваше время и тепло. Все. Было приятно с тобой пообщаться. А что у вас на руке, татушка? Что там написано? Да, у меня три татуировки на руках. Любовь, мои достижения и мой смысл жизни. А можно смысл жизни? Ну, к сожалению, я не могу переводить смысл татуировок, потому что это моя энергетика, и она тогда потеряет весь смысл. Почему ты руку на коленку положил? Ну, она меня притягивает просто. Встречайте, Женика. Ух ты, какая красавица. Привет. Меня тоже зовут Александр. Но я намного лучше. Очень приятно познакомиться. Мне тоже. Александр, 26 лет. Школьный фотограф. Гордится своим номером телефона, грамотной речью и прекрасным метаболизмом. Мечтает открыть свадебное фотоагентство. Признается, что отлично выглядит в любое время суток. Предупреждает, что возлюбленная должна следить за его питанием. Александр жил со своей избранницей из одолжения, но она не оценила его жертв и нашла себе другого. Надеется, что Анастасия будет им дорожить. Саш, вот если меня ночью разбуди, включи камеру и скажи, я скажу, добрый день. То есть профессию никуда не денешь. А вот если вас ночью разбудить, вы таким же красавцем перед нами привстанете? Прямо как вот с глянцевой обложки? Я всегда выгляжу хорошо. Мне не понравилось, как он сказал, я лучше его. Зачем это делать? Вы школьный фотограф. Школьный фотограф. Вот вы приходите в школу. Это моя основная работа. Старшеклассниц там фотографировать, а у них там ветер дунул, потянул, юбки в складочку. Нет блуждающий взгляд у вас такого? Такого нет. Такого не допускаю. Работа это работа. Правда? А если девчонки вам малолетки глазки строят, нет? Да, бывает строят. А вы знаете, что за это бывает? Конечно знаю, но они же просто строят глазки. Что я могу с этим поделать? То есть вы не ведете? Я не нравлюсь им. Конечно, работа это работа. Ей нужен брутальный, нормальный мужик. А ваша возлюбленная тоже считала вас красавчиком? Да. Абсолютно верно. Рассказываете. Она считала меня красавчиком, ей безумно нравилось мое накаченное тело, но вот сейчас я не качаюсь. Увы, сдулся и мы разбежались. А она прям, когда вы занимались, качались от пола, отжимались, она вас прямо прихватывала за все места? Нет, она просто летом могла задрать мне майку и трогать пресс. Да, главное, характер душа. Как бы это поддержание своей физической формы для нормального парня. Лучше, по крайней мере, чем ходить, пиво пить где-нибудь. Спорт для молодости. А на каком свидании у вас все это произошло, вот это трогание? У нас все произошло на втором свидании. Хотел на первом, но на первом не получилось. Вы хотели на первом? Да, я хотел на первом. А она что? Напрашивался к ней, но она сказала, что извини, у меня подруга дома у меня там не убрана. Ну, в общем, как и все, отмазывалась. А на втором чего вы там объелись? На втором свидании я приехал к ней, мы погуляли около дома, я поел дикой малины, и у меня буквально через пять минут заболел живот. Ну, и я сказал в скрюченном состоянии, слушай, дорогая, а у тебя нету какой-нибудь таблетки? Или у туалета, на крайний случай. Нет, таблетки. Таблетки. Она сказала, ну, окей, пошли домой, посмотрим. В итоге пришли домой. Разбери унитаз. Нашла таблетку. Очень романтично. Первое свидание, да-да-да, поел малинки. Ой, американцы любят этот юмор, очень. Живот больной, тошнота, это разные вещи. Это прекрасно на первом свидании. Вы же сразу заблазнили ее, да? Когда таблеточку-то приняли, вроде полегчало, и вышло... Да, как у меня прошел живот, но она просто сама не сдержалась. Конечно, так она же вам гладила по часовой стрелке, а когда у детей болит, у сороки заболи, у ворона заболи, у собачки... А потом вот так подуло и... и надуло. Девушка, я не знаю, болит, если что, сам не можешь взять таблетку, выпить. Санечка, а почему же пропала любовь, если была такая безудержная страсть? Любовь пропала, я полагаю, потому что я перестал качаться, а ей нужен был от меня только секс. А какая связь секса и накачанное тело? Наоборот, минусы в сторону накачанного. Я потерял 5 килограмм, ну и... Потому что все время она к вам приставала? Нет, потому что перестал качаться. А качаться перестал, потому что времени откуда взять, если она вас не отпускала от себя? Да. Не, ну на тело как бы не надо внимания обращать, нужно обращать что-то в голове. Нужно обращать на те номера, которые красиво смотрятся. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736 розы или идеи дадут вам совет в любое время. А пока реклама. Черничный джем Махеев с цельными ягодами. Махеев вкусно каждый день. А сколько вы зарабатываете в месяц? Порядка 100 тысяч. Что вы говорите? Ну, что хотите. У нас с одной школы мы имеем 300 тысяч. Опа. Ну, у нас... А мы это кто? Наша компания. А, ну, вот так. Слушайте. Да, можете бросить все и в фотографы. Мне нравится его зарплата просто. А где живете? Есть куда привезти Настену-то? Да. Все, тогда вообще все вопросы отпадают. Хороший парень. Правда? Может быть фотографом, может быть с кем угодно. И такие деньги 100 тысяч. А вы к себе, да? А как мама нас вот? Мы не местные. Квартирный вопрос не будет стоять? Думаю, не будет. Ну, я думаю, не вариант вообще. Сейчас посмотрим. Вы готовы показать нам сюрприз? Да, совершенно верно. Это не сюрприз. У меня, помимо высокоплачиваемой работы, еще есть и хороший пресс. Ничуть не хуже, чем у предыдущего участника. А я прям-ка тоже хотела посмотреть. Что вы на этих себе пресса помешали? Сейчас посмотрим прессуку его. Не, ну может я не знаю, есть просто сукая муличная масса. Может реально сейчас покажет, удивит всех. А что, хороший пресс. Молодец. Молодец. У него Сашки лучше, хотя ему 45. Да, да. Молодец. Хороший пресс. Хорошая масса. Да ладно, у меня лучше. Что там вообще? Он вообще готовит заниматься в жизни. А кстати, Настенька, будете кормить Сашу по часам? Да, это без проблем. Готовить и кормить по часам, давать с собой на работу, в этом нет проблем. Саш, скажите, пожалуйста, у вас есть братья и сестры? Да, два брата. Скажите, а откуда у вас такая вот к себе любовь? Я думаю, я заразился от папы, от модных журналов в детстве, которые читал. То есть папа тоже себя любит? Да. Бедная ваша мама обслуживает. Во всяком случае, когда я был ребенком еще, он хорошо одевался, постоянно парфюм. Что у него за шарфик такой? Это удавка какая-то. Готовы показать сюрприз? Да. Проходите. Так, поскольку я работаю школьным фотографом, я предлагаю запечатлеть всех, кто за этим столом сидит, на общем фото. Ой, давайте. Давайте, проходите, а я поруковожу. Я не просто так пришла, Лариса. Пойдем, дорогая, запечатлимся. Нет, я буду за вами наблюдать. Сверхни. Своими способностями сверхъестественными. Я посмотрю, как вы без меня справитесь. Я вам пришлю фотографию. Давайте я наставлю бас сейчас. Да, двигайся. Так, Настюша, ручки лучше совмести, да? Молодцы. Ой, прекрасно, очень хорошо. Да, отлично. Очень хорошо. Все на меня смотрим и улыбаемся. Улыбаемся. Три, четыре. Еще раз. Три, четыре. Молодцы. Отлично. Супер. Саша, проходите в свою комнату. Азиза, как тебе, Александр? Честно говоря, я не умею врать. Какой-то подозрительный парень. Что-то в нем не то. Как-то где-то вот не в себе немножко. Я мягко говорила. Я так думаю, что папа нарцисс, упахал мать. Она родила троих. Стирала, убирала, готовила. А мальчики на кого хотят быть похожими? На пап. Вот и Александр. Совершенно занимается глупостью. Я, мне кажется, имею право сказать это. Я старше. Ему 26 лет всего. Еще можно все в жизни устроить. Не согласна. Пусть он себе вот эти вот штучки там вешает. Я не вижу никакого криминала здесь. Да, может быть, он не похож на других. Но делом он хорошим занимается. В школе фотографии. Кто-то должен сниматься? Да, да, да. Вот сейчас, кстати, начинаю. Какое новое дело с другом? Я тоже считаю, что Александр, конечно, никакой не нарцисс. Солнце у него в козероге. И главное для этого человека это карьера, это заработок. Это успех именно в бизнесе в каком-то, в каком-то деле. Посмотрите, пришел парень, молодой парень, уже с хорошей зарплатой. Для него это важно, он этим делом занимается. Прямо в точку. Димочка, а вам как? Ну, я думаю, Александр с Анастасией будет вместе интересно. Он фотограф, она модель, хочет начинающий. Вот перспективы, пожалуйста, на лицо. Настенька, вам как? Ну, для меня показалось, что он какой-то странный, как минимум. И для меня мужчина должен быть мужчиной, олицетворением мужчины. Мне многие говорят, что это странно. Могу сказать, что вот Венера в знаке рыбы говорит о том, что женщину нужно мягкое, чувствительное. Он настроен на карьеру, он настроен на добывание материальных средств, он настроен на семью. Это, конечно, не ваш мужчина, потому что вы всегда будете спорить, вы всегда будете немножко учить мужчину, вы всегда будете, не то, что вы главное, но ваше мнение должно быть последнее. У вас осталось два бонуса, семейная тайна и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Опаньки. Подойдите ко мне, Саш, что это такое? Это что такое? Это моя бывшая девушка. Как похоже, да? Одно лицо просто. А вы до сих пор что-то с ней общаетесь? Нет, я с ней не общаюсь уже целый год. У нас произошло не очень приятное расставание, ссора. Серьезная, крупная. Ну и, соответственно, мы расстались. Но в сетях она у вас еще есть, анкета? В сетях нет. Вы же не удалили ее? Я у нее в черном списке, но в знак мести я создал несколько ее анкет. И предлагал мальчикам встретить ее с работой, дома. Какой вы противный, мститель. Ничего себе. Она заслужила. Бред какой-то. До свидания, домой ему надо ехать. А я приглашаю вас на сцену, чтобы познакомиться с третьим женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Анастасия, привет. Меня зовут Вячеслав. Я наблюдал из ком-то за происходящим. И хочу добавить, что привлекательная внешность, это, конечно, отлично. Но помимо этого, порой за ней скрывается не менее красивая душа. Я надеюсь, что сегодня, преодолев этот барьер внешности, мы сможем разглядеть друг друга прекрасно. Спасибо. Надеюсь. Вячеслав. 27 лет. В прошлом профессиональный волейболист. Сейчас менеджер по связям с общественностью в крупной компании. Гордится тем, что учится в магистратуре. Мечтает отправиться в путешествие по Европе. Признается, что не любит спать в обнимку. Предупреждает, что не понимает слова «нет». Вячеслав не смог отбить возлюбленное желание стать его женой и решил самоликвидироваться. Надеется, что Анастасии не свойственно торопить события. Славочка, а зачем вам понадобилось отбивать возлюбленное желание стать вашей женой? И как это вы отбивали? Расскажите. Дело в том, что не совсем точно сказать, что я отбивал. Я банально просил немножко подождать. Потому что так же, как и любому мужчине, мне важно было состояться в жизни и добиться какого-то определенного успеха, создать этот фундамент. Лопаухи. Все, что я могу сказать. А сколько ей надо было подождать? Год-два? Да, ну год-два. Я только начинал после завершения спортивной карьеры свое становление в этом обществе как трудовой единицей. Вячеслав, ну вы и не собирались, наверное, на ней жениться? Где-то нам-то можете уже сейчас сказать? Нет, я действительно честно с вами и собирался. А сколько было ей лет? Ей на год меня младше. 26. Это недавно было, да? Ну, это было, эти отношения делились около трех лет суммарно, с малыми перерывами. И закончились относительно недавно, ну полгода назад где-то. Ну, смотрите, ей уже 26, а вы говорите, еще два года подождите. Когда 28, а вдруг действительно передумаете. Молодец, правильно она сделала. Слава, я знаю, что вы на первом свидании обращаете внимание абсолютно на все. И буквально считываете, да, девушку. Ну да, не без этого. Ну расскажите. Вообще обычно я всегда смотрю на собеседника по трем направлениям. Это вот вербалик, невербалик, паравербалик. То есть внешность, речь, мимика, жесты, все совокупности. Вот я приведу примеры собственной жизни и собственного опыта, связанного с девушкой. Было свидание, которое я долго добивался. Девушка на меня изначально повесила ярлык красивого, безмозглого спортсмена. И что, конечно, меня это очень сильно расстраивало. Но вот не складывалась коммуникация. И в какой-то момент свидания я заметил, что у нее утонченные элегантные пальцы. На этой почве я сделал ей комплимент. И сказал, ну наверняка ты занималась музыкой. И да, действительно я попал в точку. На этой почве мы сошли, как говорится, на общей теме. А можете вот с нашей невестой прямо продемонстрировать, что далеко ходить? То мы не знаем, правда ли это. Тоже, кстати, изящные элегантные пальцы. Но здесь я бы обратил внимание на цвет платья. В обществе, когда девушка одевает красный цвет, это своеобразный сигнал мужчине к тому, что она открыта. Ну, с такой сексуальной подоплекой. Сексуальной подоплекой. А меня считать можете? Уже. Но подробности я вам расскажу после передачи. Но то, что не оскорбит меня и... Одно я заметил сразу. Это касаемо всех дам присутствующих здесь. Все дамы прекрасны. И это бесспорно. Ушастый, ты видел какой? Чебурашка. А у вас вообще все в жизни? Вот так по полочкам все рассчитано, да? Вы все знаете, что будет завтра, через год? Все планируете? Я не педант в этом плане. И какую-то часть своей жизни я отдаю спонтанности. Ну, потому что иначе была бы неинтересна жизнь. В конце концов, я огненный знак зодиака и люблю предаваться какой-то экспрессии. Все-таки это же полмоней, чем предыдущий. Вы приготовили какой-то сюрприз? Да. Мой подарок состоит из двух чтей. Первая – это книга, которую я хочу подарить. Это книга по психологии. И я уверен, что она поможет тебе посмотреть на собственную жизнь и на ее стандартные ситуации с другой стороны. И, возможно, я надеюсь, поможет решить какие-то проблемы, которые тебя мучают. Психология – это, конечно, крепкая тема. Вторая часть моего подарка. Я знаю, что ты в глубине души творческий человек. И ты об этом говорил уже неоднократно. Я это слышал в комнате. Я решил сделать тебе сюрприз, креативный сюрприз. Я думаю, он тебя повеселит. Это видеоролик о том, как я готовился с трепетом и с переживаниями к нашей встрече. Давайте посмотрим. Кристина одна или со сбранником. Я приглашаю всех выходить. Никогда мы не примем участие в подобной передаче. Принять участие в съемках передачи. Давай поженимся. Прекрасная невеста. Кристина и Александр. Да, я согласен. Одинокий или вам понравился кто-то... Еду. Ждите. Так, так, так. Съемки. Первый канал. Что должно быть первым и самое важное? Я не знаю, что мне одеть. Маша? Успокойся. Я знаю, как тебе помогут. А что-то здесь... Хотя не важно. Пойдем, пойдем. Нет, мне кажется, это перебор. Я попробую так. Ха, гламур сейчас в тренде. Попробуй нотку таинственности. Нет, точно нет. Маша, нужен вариант, который вбирает в себя все остальные. Помните. Джеймс. Вячеслав. Никаноров Вячеслав. Да, то, что надо. Путь. Настя, я еду за тобой. Круто, молодец. Вот абсолютно два разных мира. И дело не в том, что сыт голодного не разумеет. Нет, послушайте, ну я сама была лимитой, которая сюда приехала. Я в сторону московских парней смотреть не могла. Не позволяла себе, потому что я сначала должна была сама. И что? Ваша жизнь и жизнь девушки, которые негде жить, не на что есть, если папа не пришлет. На работу не берут, потому что, сами понимаете, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, из вас троих ты больше всего ей подходишь. Я вижу в этом парне, у него желание сделать ее лучше, чем она есть на самом деле. И это заслуживает только аплодисментов. Он за невесты пришел. Известит мое мнение. Из детской девушки. Мнение у всех разное. Вот скажи, пожалуйста, сможешь ли ты удивлять моего прекрасного Вячеслава? Удивлять могу. А где? В чем? Как? Хорошо готовит. В сюрпризах вообще. Любые сюрпризы. Я могу придумывать на любые праздники. Как и в принципе, просто вечером ждать, ожидать любимого мужчины. Можно любой сюрприз, который придет в голову. Главное, чтобы она сделала выбор правильный. Лариса, у меня есть к вам вопрос, который для меня остро всегда стоял на почве неудачного опыта моих отношений. Вы как мудрая женщина, человек, который делал карьеру, для которой карьера была тоже важна. Я объяснял своей женщине, подожди чуть-чуть, не торопи меня. И будет все, и дети, и семья, и красивая свадьба в Венеции. Вот только чуть-чуть подожди. Но мне говорили, нет, хочу здесь и сейчас. Не ваша женщина, потому что ваша женщина не будет задавать вам этих вопросов. Она также будет рядом с вами в одной упряжке бежать к одной цели. И она не будет вам скрывать мозг этими глупостями. Потому что она будет сама понимать, что не сейчас. Нужно чуть-чуть подождать, подучиться, не знаю, куда-то поехать. Обычно парни любят все и сразу. А тут его избранница хочет все и сразу. Ну, значит, неправильный избранник. Проходите в свою комнату. Спасибо. Ну что, друзья мои, как вам Слава? Ой, мне очень понравился. Такой искренний и действительно сентиментальный. Что вы скажете? Ну, я считаю, Вячеславович лучшим кандидатом из всех представленных. Ну, человек с головой, с будущим, перспективный. В принципе, все, что просят Настя, все как бы. Настя, как вам, Жених? Мне понравилось, мне приятно было на него смотреть. Я думаю, что нам будет интересно. У нас будут общие интересы. И, в принципе, когда мужчина опытный, когда мужчина умный, за ним хочется стремиться и читать, и хочется расти. Хочется к чему-то большему, чтобы быть ему на уровне. И чего он вам не понравился. Есть шикарная пословица. Какая? Встречают по одежке, а провожают по... Еще. Не по одежке. Вы хорошая девушка, но Вячеслав птица другого полета. Вячеслав, Солнце в соединении с Юпитером в знаке Овна. Ну, во-первых, он никогда не будет слушать своих родителей. Он всегда будет слушать только себя. Ему действительно нельзя запретить. Он будет всегда добиваться своей цели. Цели у него большие, да, он амбициозный. И добьется он многого. Луна в знаке рыбы. Говорит о том, что девушка нужна ему мягкая. Нужна ему чувствительная. Он сам такой. Еще один момент. Венера в знаке Водолея. На него нельзя давить. Нужно быть равноценным партнером. Все любят считать, что первое впечатление самое правильное. Нет, оно самое сильное. Но все остальное тоже имеет важную роль в восприятии человека. У вас остался один бонус. Семейная тайна. Интересно вас слушать. Слава, расскажите нам про традицию. Дело в том, что в детстве, в младенчестве меня уронили. Все думали, что я вырасту неполноценным ребенком, но в юности я вместо этого начал писать стихи. Потом эта история повторилась на упускном. В воле случая я опять ударился головой. И на данный момент я получаю третье высшее образование. Анастасия, если я как-нибудь приду домой в подшафе, сомнительная история о том, где я провел вечер, и ты захочешь ударить меня сковородой, бей по голове. Нобелевская премия станет отличным дополнением к нашему семейному бюджету. Спасибо большое. Молодец. Какой-то наклонности ненормальной. Это неадекватно. Азиза, спасибо тебе, что ты пришла, ты помогла, ты столько жизней внесла. Да, да. Потому что ты искренняя, и у тебя, правда, как-то вот твое сердце было на стороне Анастасии. Поэтому, как ты считаешь, с кем она будет счастлива? Я думаю, бесспорно с Вячеславом. И вообще, я, конечно, не по гороскопам здесь есть профессионалы, но я скажу, что по своему жизненному опыту, что Овин и Стрелец, если что, ну, хорошими друзьями останетесь. Дмитрий. Совершенно согласен. Вячеслав – наилучший кандидат. И я думаю, вместе они достигнут многого. А Вячеслава выберет с Азиза, сказал. Я же тебе сказала. Потому что вы оба овны. Я думаю, что вам нужно пойти к Александру. Вы друг другу понятны, еще раз говорю. Вы земляки. Он не сказал, что до гробовой доски будет показывать стриптиз. Вы хороший парень. Поэтому к Александру. Вам уже 25. Поэтому, знаете, как говорится, кесарево кесареву, слесарево слесарево. Поэтому берите из своих отчет. Ну, это грубовато, конечно. А почему грубовато? Это народно. Если я ей так не скажу, мама не скажет, папа не скажет. Пойдет к Вячеславу и что будет? А вот драки не будет. Я, хватит, и спою куплетик одной песни. Очень веселой. Давай. Говорят, есть какие-то люди, что совсем целоваться не любят. Без твоих поцелуевы вскоре. Умерла я, наверное, от горя. Помню я, как впервые когда-то. Ты в глаза мне взглянул виновата. Помню ветер, бежавший по полю. А что было потом, я не помню. Поцелуи твои, как метели. Налетели, когда захотели. И сама не пойму, почему я Жду всегда твоего поцелуя. Какая ты молодец. Хорошо поет. Взорвала весь зал. Молодец. Зажгла. Анастасия, не слышите никого. Вячеслав пришел сюда бороться за вас. Понимаете? Астрологически вы подходите очень хорошо. Венера, что у него в водолее, что у вас в водолее. Оба Солнца в огненных знаках. Марс в родных стихиях. У него в земле, у вас в воде. При этом, это говорит о том, что все ваши планеты очень хорошо и гармонично сочетаются. Да, конечно, до него нужно расти. Но, может быть, он станет тем стимулом, который заставит вас развиваться и поможет вам что-то читать. Тебе понравилось, Анастасия? Да, понравилось. А если она сюда придет, ты выйдешь за ней? Да, выйду. Слушайте себя, Лидию и проходите туда, куда вы решили. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Я Ольга. Мне 24 года. Работаю консультантом финансовой отчетности. Занимаюсь стрип-пластикой. Обожаю путешествия, шопинг и комфортный отдых. Познакомлюсь с партнером 23 лета 38 с инвиций и целями. Желание познакомиться и достигать успеха. Обязательно приходи ко мне. Весело проведем время. Мы не знаем, будет Анастасия одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Спасибо за общение. Я думаю, что продолжим мы за территорией съемочной площадки. Конечно, продолжим. У меня есть уже целая культурная программа. У нас есть пара Анастасия и Вячеслав. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Пап, ты знаешь, какая нам нужна невеста? Чтобы она не заставляла есть мясо и рыбу. Оля Крюгер, покажите, постучите по столу. Вот это да. Оля Крюгер. Главное, чтобы он не загадал желание с двумя Валентинами. Каждый вечер делал вот так вот перед зеркалом. Поэтому, если вы хотите залезть в белье, то лезьте в мое. Сказал, что квартира его машина, его, а мои только дети. Курили таба-табак, употребляя в селке кое-что, кстати, тоже могли.